У нас тут сезон дождей в середине Тихого океана. Заливает просто жуть, сколько воды льется с неба. Но мы сегодня встречаемся с Сергеем Германом и его очаровательной спутницей Диной Топорской. Будет содержательная беседа. Будем разговаривать о том, что у кого за этот год случилось интересного, какие планы и надежды оправдались, какие наоборот нет, что случилось ужасного, что случилось прекрасного, и какие вообще планы на следующий год, и какой вообще видим мы выход из этого всего безумия. Смотрите дальше. Сергей Герман, Дина Топорская и Тревелли Фэмили. Привет! Вы нас видите? Мы не видим. Мы пока вас не видим, написано, что камера у тебя отключена. Тут Дина что-то вырвала наушник из уха, похоже, да? Еще всю систему сломала. Вот теперь видим. Отлично, отлично. Ребята, Сергей, Дина, привет. Привет Тихому океану с Атлантического побережья. Привет Атлантического обратно. С наступающим Новым Годом! Мы пьем дзынь. И вас. И вас с наступающим. И Рождеством, и вот это вот все, весь набор. Где вы находитесь сейчас? В какой части Панамы? Мы в Панаме находимся, в Линтон-Бэй. Это почти возле Сан-Бласа, то есть где-то 50 миль от Сан-Бласа. И где-то же 30 миль в другую сторону. И это Панамский канал, то есть с Атлантического, который идет на Тихоокеанскую часть. Мы стоим в Национальном парке, тут очень красиво, классно, нам нравится. Уже давно стоим. Это прямо не сравнить с Тихоокеанской стороной, там очень сухо и пустынно, и солено. А здесь суперзелено, тут прямо, ну такое количество животных на квадратный километр, как здесь, вообще мало где. Поэтому нам, в принципе, повезло с нашей локацией. Вы уже начали отмечать, как давно вы отмечаете уже вот эти все праздники? Мы не отмечаем вообще, мы праздники вообще не отмечаем, у нас просто жизнь своим чередом. Единственное, что мы эти дни, может быть, почаще выходим в бар, чуточку понаряднее, но в целом вообще у нас такого нет. И как-то так сложилось, что мы вот эти все социальные праздники, ну как-то они, это не наша тема. То есть, ну они есть, мы можем отмечать, можем не отмечать, то есть такое, мы совершенно спокойно к этому относимся. Да, куранты не слушаем, минуты не считаем, у нас так. Слушайте, нам надо с вами встретиться где-то на праздник и отметить вместе, потому что мы как-то так повелось, что отмечаем. Но поскольку до этого мы три месяца шли в открытом океане, да, и никого не видели, мы немножко так одичали. И вот эти все праздники, они такой бальзам на душу, мы, конечно, фонариков поразвесили, ну и в принципе стараемся так празднично провести время по-другому. Что вам вот этот год прошедший хорошего, плохого принес? Какие планы сбылись? Какие не оправдались у вас? Вот из-за всем известных мировых событий, что у вас пошло не так, а что идет наоборот даже лучше? Ну смотри, у нас, я считаю, что год на самом деле неплохой, потому что когда мы начали сейлить, ну в любом случае есть какие-то проекты, есть какие-то свои дела, которые и не так, чтобы подгорали, но... Откладываются в долгий ящик, когда мы куда-то дойдем, когда мы наконец-то начнем, но буквально там через пару месяцев стояния здесь, когда мы поняли, что мы привстали, мы начали всем этим заниматься. Мы делали онлайн-школу, онлайн-школу-курс, и у нас это было заняло ну просто вот все время, то есть я с утра вставал, писал, потом монтировал, потом дописывал, там 3D-графика, инфографика, и это занимает такое огромное количество времени, что на самом деле для нас это неплохо, что мы привстали, потому что это нам дало возможность, должно, дало время, чтобы вот то, что мы откладывали, наконец-то запустить. Поэтому, с одной стороны, да, мы были ограничены, как и все, в перемещениях, но с другой стороны, у нас появилось время, чтобы закончить все висяки, которые у нас были и накопились. Висяки, проекты, то есть у Сережи видеокурс теории яхтинга созрел, наконец-то, то есть там очень много работы, очень много всякой 3D-графики и того, чего мы раньше не занимались. Это выучить пришлось. Ну, да, я картины, с картинами со своими вот из ракушек, те, что я делаю, я вышла прямо на очень новый уровень и уже начала сотрудничество с кураторами, с галереями, то есть это прямо вот мой уголок, мое царство, это половина лодки, большая часть, весь стол оккупирован. Сейчас я вот готовлю палитру, выглядит оно вот так, а вот здесь у меня коллекция крупных картин, маленькие там спрятаны, а крупные, вот, могу показать. Они хранятся у меня в специальных пыльничках, это последняя из проделанных. Здесь супер коллекция очень редких для меня ракушек, то есть сейчас я в таких паттернах работаю, и вот эти работы уже пойдут на выставку. У меня периодически что-то такое заказывают, я в своем инстаграме потом их выкладываю, которые такие заказы, а вот эти работы я пока собираю. Вот еще одна похожая, это будет 12 кругов с разными паттернами, с разным количеством и биоразнообразием внутри, плавно переходящий от суперогромного биоразнообразия до практически песчинок и фосилов и камушков. То есть это degradation of biodiversity. Дину начали в Штатах очень активно покупать, и поэтому я вот сижу лодкой, чинюсь. Я сижу, работаю, кую железо, да. То есть в этом смысле, когда ты постоянно чем-то занимаешься, важно, чтобы оно было планомерно несколько месяцев подряд, тогда ты достигаешь хороших результатов. И вот в моем смысле я наконец-то имела несколько месяцев подряд, когда я просто не поднимая попы занималась своими делами, и это принесло результаты. То есть я, мне даже вот нам скоро уходить, а у меня еще до весны прямо все распланировано очень сильно. Я говорю, Сереж, ну блин, куда мы пойдем, я сейчас не могу. Ой, очень вас понимаем, потому что нам вот как раз не хватает вот этого времени, чтобы сесть, да, спокойно, никуда не надо дергаться. Я вот думала, допустим, я пишу книгу, да, заканчиваю ее, думала, за этот переход от Тасмании до середины Тихого у меня будет три месяца, три месяца, чтобы что-то поделать. Ага, мы там полтора месяца из штормов не вылезали, а последние полтора месяца против пассатор убились. Ну как бы ты вообще не можешь на это вот так вот выделить, а надо же, если ты что-то пишешь, да, либо ты делаешь видеокурс, надо же как бы сосредоточиться, да, и несколько часов кряду, чтобы тебя ничто и никто не дергало. Мне кажется, это вообще невозможно в переходах что-то делать. То есть может быть там, знаешь, такое, типа легкий монтаж видосиков, может быть там диктовать, может быть даже сидеть что-то набивать. Да, но именно чтобы это сформировать как-то в какой-то конечный результат, я в это не верю. Но это надо сесть и через какое-то время только встать, чтобы вот ничего не отвлекало. То есть не так, чтобы там у меня вахта, нужно пойти там, не знаю, салат резать. Я не верю, что это возможно делать в переходе, мне кажется, что это вот, ну вот просто ты садишься и начинаешь работать работу. А если хочется это в переходе делать, ну у меня так не получалось, во всяком случае, я не знаю, может я что-то не то делаю или не так, но не знаю. У меня не вышло. Вот я вас сейчас слушаю, на самом деле бальзам на душу, потому что я думала, что только у меня не получается, все люди как люди, а я не могу. Ребят, слава богу, в общем, что я не одна такая дура и на самом деле это действительно невозможно. Вот вы меня сейчас утешили. Да это просто реальность, это просто реальность, потому что люди, ну кто может быть думает по-другому, они не понимают как это. Они не начинали что-то делать. Просто когда яхтишь, когда идешь долго, ты в другом режиме находишься. Это не то, чтобы там сложно. Понятно, что уже там после какого-то определенного момента уже не укачивает, ты полноценно функционален. Но именно концентрация, когда ты идешь, какая концентрация? У тебя концентрация на том, что ты идешь. А когда ты пришел, у тебя концентрация на том, что ты пришел. И никак по-другому это не работает. Поэтому тут как бы даже сомневаться не нужно. То есть нужно просто, чтобы что-то делать, нужно брать и делать. А в переходе это будет такой полуфабрикат, который потом может быть как-то созреет. Мне кажется, заметки только. Ну, заметки какие-то там я диктую или там какие-то наброски делаю там карандашиком. Но это никогда не готовый продукт. Ну да, и никогда не готовый результат. То есть для результата в идеале, конечно, сесть, посидеть, чтобы вот каждый там занимался своим делом. Никто не дергал, не отвлекал. И прямо вот такое планомерное количество часов один за одним. Потому что если постоянно на что-то прерываться, ну... Вот я, допустим, там сижу, делаю видеокурс. Дина говорит, включи кофеварку. Это мне нужно там вытащить компьютер, включить. Это вроде мелочь, да? Ну, что тут такое? Но мысль уже потерял. Но я потерял мысль. И то, что я там 15 минут в голове держал вот всю эту структуру. Такой, да ну блин, ну что же это за хрень такая? Ну, в этом смысле я тебя уже, камон, так не дергаю. Уже не дергаешь, спасибо. И сейчас вот прямо у нас весь день проходит так, что мы общаемся... У нас весь день проходит, я лодку шкрябаю спокойно. Утром и вечером. А днем, то есть Сережа занимается прям своими делами, а я прям своими занимаюсь. Ну, мне еще, конечно, покушать, приготовить и убрать. Я готов жить в грязи сейчас. У меня нет такой возможности. Я шкрябаю лодку, а потом выползаешь такой на лодку, такой, знаешь, как в слизи такой лег в кокпит. Только мне такое не подходит, а меня такое не устраивает. Так же, как вот он готов съесть какую-то сосиску и пивом там запить, и типа он наелся, ему не надо. Мне надо, чтобы все было очень сбалансировано, и я за это отвечаю, а его это не волнует. И получается, что как бы я отвечаю за сбалансированное потребление всех витаминов, микроэлементов. А у вас в плане планов, как вообще все произошло? Так как вы планировали, ну, я имею в виду, ваши планы вообще, они вот как отличались от того, что изначально планировалось? Ну, на самом деле мы, когда приходили в Австралию, да, мы уже совершили там три огромных перегона по два месяца практически между континентами. И вот с Африки мы пришли на Австралию 18 марта 2020 года. Мы за это время должны были вот в Западной Австралии перейти на Восточную. Где-то в Перте нам сказали, ребята, короче, мы не знаем, что делать с иностранными яхтами, поэтому из порта не выходите, а стойте. А то вы сейчас выйдете из порта, и фиг поймите, что с вами в следующем порту сделают. И вот мы год стояли на одном месте вообще. И не зайдете. Да, и не зайти потом. И мы вот этот год, на самом деле, вот в отличие от вашего там стояния, он у нас не очень был плодотворный в плане какого-то там развития проектов. Но, скажем так, мы подобрались к многим проектам, которые развивать. У нас было очень много такой земной жизни. Ведь у нас же еще и дети, да, им же нужно социализироваться и вот это все. А расстояние в Перте огромное. У нас Лада ходила на несколько кружков и секций, Настя ходила в танцевальную школу, там нужно было по 30 минут в одну сторону, как минимум ты едешь, а то и по часу. И мы заново ощутили, когда ты живешь в огромном городе по площади, и тебе нужно успеть в 33 места, и вот это вот все, собственно, изжирает весь ресурс. Ты вечером приползаешь домой, там что-то сделал немножко. Ну, естественно, блог мы продолжали вести, что-то там снимали все время, пропутешествовали очень много по Австралии, мы по Западной Австралии, это самый большой штат. Мы проехали там, ну просто какие-то гигантские количества километров, и очень многие нам говорили, что мы тут живем 20 лет, мы не были вообще вот столько в тех местах, где вы были. Там в пустыне, в буши собаки динго воют, мы в палатке спим, вот это вот все с друзьями, там такая, концентрат другой вообще вот этой путешественнической жизни. Ну и вот, собственно, а когда выпустили, мы сразу и вышли, и это было вот в конце там марта. И вот за это время мы, на самом деле, сделали уже такой прорыв, потому что мы закончили кругосветное плавание, которое застопорилось из-за пандемии на год вообще абсолютно. Вот мы обошли всю Австралию с юга, Тасманию, да, и вот этот марш-бросок за три месяца от юга Тасмании, юг Новой Зеландии через экватор. Три месяца это был, знаете, такой, как портал в другой мир, потому что совершенно это стало в другом статусе, в другом измерении, да, и в другом внутреннем ощущении, в другой климатической зоне. И вот, пожалуй, вот этот прорыв был самым большим вот за этот год, да. Сейчас у нас самый глобальный и важный момент, проект, это вот отсюда уйти благополучно и дойти до Дальнего Востока. Мы вот сейчас целимся в Россию, во Владивосток, и кучу-кучу формальностей надо решить, сделать, потому что, ну, там у нас вот на том моменте, как зарегистрирована сейчас лодка, мы в Россию зайти не можем без больших потерь. И вот сейчас мы занимаемся вот этим всем, лопатим кучу интернета, связываемся со всеми агентами мира, человек 20, наверное, 30 на проводе, и при этом там 2-3 из них только как-то могут адекватно ответить. Плюс ремонт, и вот эти самые любимые, мы, правда, лодку еще не скоблили, но мы делаем кучу всего, вот у нас, потому что в этом переходе сломалось просто... Сломалось все. Ну, потому что шторма... Ну, блин, ну, мы понимаем, мы понимаем, да, конечно. Оно пропорционально, ну, чем больше ходишь, тем больше ломается у каждой вот этой вот детали, у разный-разный срок службы и активной службы разный срок. И то, как вы говорите, там 3 месяца топить, для меня... Мы сейчас уже все системы продублировали, и вот сейчас мы поднялись, у нас продублируется еще одна система, у нас будет и 2 селл-драйва, скорее всего. Нет, в смысле, не 2 селл-драйва. Ну, один поворотный, один не поворотный. Один будет лежать в кокпите. Мы чинимся. У нас произошла электролитическая коррозия, и селл-драйв пришел в негодность. Ну, мы решили объединить, может быть, мы поменяем механический селл-драйв, но на данный момент мы его сейчас сняли и ждем запчастей из Соединенных Штатов. Ну, а пока лодка стоит, вот я положил на нее праймер, для того, чтобы покрасить новую антиобразстайку. Мы поняли то, что нужно все вот умножать на 2, просто все умножать на 2, даже перед тем, как мы в тихий пойдем. А вы уже прошли еще и такими марш-бросками. Кстати, я не знаю, знаете вы или нет, я же в Мельбурне жил. А сколько долго ты там был? Год, но я там работал, я по работе туда ездил, я компанию одну развивал, ну, свою, которая у меня была там в разных точках, и я развивал один из филиалов в Австралии. И я решил туда переехать и жить, и мне очень понравилась Австралия, офигенная страна. Поэтому то, что вы говорите, там вот эти расстояния, ездили, это же все одинаково. То есть там что Мельбурн, что Перд, что Сидней, что там, но они же все одинаковые. То есть ты там садишься и едешь там час куда-то в одну сторону, просто чтобы там кофе выпить. Мне кажется, вообще такое, когда ты долго стоишь вместе, то ты так погружаешься в культуру и настолько как бы больше и глубже выхватываешь от нахождения там, чем вот просто. Ты там зашел на месяц, на два, вжиг-вжиг, починился, отремонтировался, посмотрел, как турист. Мне кажется, хорошо, что вы застряли там, потому что Австралия офигенная страна, мне очень нравится. И то, что вам получилось именно вынужденно в Австралии разобраться, как там все работает, прямо супер, класс. Очень мы за вас рады, прямо зависть берет. Да, я бы застряла в Австралии. Такая, знаешь, черная гадкая зависть такая. Тебе вина, наверное, надо подлить. А вина можно, да? Зависть пропорциональна. Мы шансую гадкую не верим, не верим про черную гадкую. Вы слишком искренне улыбаетесь. Вот неправда это все. Австралия нам, на самом деле, очень понравилась. Я только мечтаю побывать. Мне очень интересно. И австралийцы же классные. Но австралийцы, вот у меня лично вместе с кеницами, это просто number one и number two. Южная Африка. И южноафриканцы. Вот южноафриканцы, кеницы и австралийцы, это прямо, ну, самые прикольные, вообще easy going, самые приятные. И, ну, офигенные ребята. Я, сколько я жила в Таиланде, у меня было, наверное, 70% друзей. Это австралийцы, новозеландцы, кенийцы и саус-африканцы. И это лучшие люди. Я их выбирала. То есть, это такое комьюнити. Они прямо, ну, намного прикольнее, намного интереснее. Намного у них интереснее, живее. Да, и ближе к природе. И вот это вот все, в общем, все ковбои оттуда. Чуть-чуть в тему сейчас будет задать вопрос тебе, Дина. Вот ты жила такая в Таиланде, вот как бы все вот это, а тут потом такой Сергей. И ты до этого мечтала пойти вокруг света, обойти его, ну, как-то не обязательно под парусом, вот прямо вот в таком глобальном масштабе. Или вот ты встретила любовь и такая, о, блин, а можно и в кругосветку? Мы с Сережей познакомились на Тиндере, на Пукете. Я там жила, у меня все было хорошо. Я начала уже, я уже... Шесть лет Дина там жила. Я шесть лет там жила, ну, я путешествовала по Азии, но я влюбилась именно в Пукет. И вот, ну, до сих пор Пукет это для меня, ну, мы идем на Пукет. То есть мы уже с полтора года задержкой, но пока планы не поменялись в таком вот конечном destination, уже откуда ты там потом путешествуешь во все направления. И Пукет, ну, Таиланд, в принципе, офигенное место. Пукет просто меня так принял, я в него влюбилась с первого взгляда. И путешествовав еще там полтора-два года по Азии, потом вернулась туда, прям вот осознанно, все, я здесь буду жить. И еще спустя четыре года встретила Сережу. И, ну, так просто совпало, так получилось, что мы практически сразу начали жить вместе. И тут уже вопрос, либо он не доходит свою кругосветку, и мы живем, строим там какие-то свои дела, амбиции, либо мы идем, доходим его кругосветку, ну, и потом каким-то уже Рексом возвращаемся в Таиланд. Так получилось, что мы решили, конечно же, идти дальше, потому что, ну, я там за шесть лет немножко уже поднасиделась, то есть я путешествовала в Малайзию, в Индонезию, там, Сингапур, по-местному, Вьетнам, ой, не Вьетнам, господи, Камбоджа, ну, такое. А тут стал вопрос, паковать все и ехать дальше, ну, так и решили. У нас еще очень запомнилась для меня, как для яхтсмена, наша первая ночь, которую мы вместе провели. Мы же тоже история, с того, как мы. Представь себе, ну, там, ну, как бы, нужно же устроить романтику, на лодке выходишь, там, сансет, покатались, там, зашли обратно, бросили якорь, и вот, как бы, все нормально, но среди ночи какой-то непонятный скрип. Я выхожу, а там такой большой, сбоку стоит такая большая лодка, футов, наверное, 80, такая деревянная, такая... Намотали муринг чужой. Агли, не-не-не, агли такой уродливая. И она, короче, бушпритом мне в мачту стоит. Ну, просто ветра нету, знаешь, и все там вращаются. А он на муринге, у него муринг там метров 100, наверное, и он вот на нем вот это вот крутится непонятно. Ну, я такой стал, его там оттолкнул, понимаю, что надо же как-то, ну, переставляться, потому что фигня ж. Вынимаю якорь, отхожу в сторону, наматываю чей-то буи с мурингом себе на винт, думаю, а нафиг это все. Вообще, во всей красе я показал себя просто самый бодрый. Это было как в этом анекдоте про снеговика. Я в сексе не очень, а снеговика ты запомнишь. Ужасная история. Ну, не так все было. Ужасная история. Не, на самом деле я на яхтинг не смотрела, не смотрела как на что-то такое, вау, вау, вау. У меня большинство друзей на Пукете, те, которые яхтсмен, те, которые вот кайтсерфингом занимались, как я, большинство из них так совпало, что яхтсмены. А с север Пукета там Марина большая, классная, Йодхевен. И там как раз вот все ребята, которые там, главные инженеры, капитаны, декхенды, стюардессы, девчонки, все мои друзья. И, ну, я много раз ходила на лодках и на катамаранах, ну, такие там на 4-5, максимум дней три просто с друзьями. Но жить и в кругосветке я себе такого точно не планировала и не загадывала. Но так совпало. Ну, получилось, что я тебя вообще, в принципе, в этом плане обманул. Я все время Дине обещал, что будет вот еще чуть-чуть и будет классно. Вот еще чуть-чуть, вот сейчас мы зайдем вот в Средиземку и будет вообще все офигенно. Мы заходим в Средиземку в Греции Мельтеме, такое уууу. Ну, мы сейчас это пройдем, будет лучше. В общем, лучше не было. Слушайте, ну, на самом деле, все классно, я не жалуюсь, но в мечтах катамаран. В мечтах катамаран побольше такое, чтобы вот студия, отдельный спейс, офис, вот это вот все, чтобы жить как... Чтобы ты могла работать просто. Это вот у нас основная задача. Ну, да, да, основная. То есть нам не хватает места, вот это проблема. У нас слишком много всего, и это некуда складывать. И плюс еще задача, вот Дина делает свои ракушки. Это все чисто панамские ракушки. В этой работе собрана именно местная коллекция. Я так, чтобы их и отложить, и не использовать в других работах, и все вместе держать. Она раскладывается, у нас занято под это все. Я занимаю все, абсолютно. Одна каюта, центральная каюта и передняя каюта. Мы вам потом накидаем фотографии, как это выглядит. Там Сережа такой, чисто. Его как будто прижали, вжали, вдавили в стенку, а все остальное я и мои ракушки, и мне мало. Поэтому, ну, в этом смысле, конечно, я визуализирую себе катамаран. Причем так, чтобы боковой, ну, целый поплавок и центральная кают-компания, это был ее офис, и все, и хватит. А остальное тебе там. А остальное складно. Не, ну, реально, вот, места не хватает. А мне много не надо, я там могу Ивана Флайбриджа поспать. Мы, на самом деле, вот тут год стоим, мы так обросли барахлом, у нас настолько вещей прибавилось, что когда я с содроганием представляю, как когда мы пойдем, потому что я не представляю, как это все. Это в вакуумные пакеты не засунешь там и не компрессируешь в шесть раз. Будем выбрасывать. Вот у нас после Австралии такая же история. Мы обросли барахлом, а у нас же еще три девчонки, да, у вас одна девчонка, а у нас три штуки. Соответственно, они сейчас тем более растут, если там хочется же как-то красиво. Вот пока мы стояли год в Австралии, у нас добавилось всяких там химических реактивов для Лада, она у нас увлекается опытами, куча там всяких одежд, книг, которые там хочется сохранить. Потом мы собираем коллекции, у нас там какие-то коробки с камнями, эти из пустыни, эти там из золотого региона, какие-то гербарии. И плюс еще, говорю, опять же, одежда на трех барышень. И при этом одежда на все сезоны, поскольку мы шли через все климатические зоны, начиная от пуховиков, не заканчивая от пуховиков. Я не представляю, да, 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 у нас тут теплого тут нету. И вот это все от купальника до валенок надо же где-то хранить, и сапоги, и пуховик. И вот сейчас мы, например, уходим отсюда на Владик, да, во Владике будет только кончаться зима. Нам снова будут нужны пуховики, вот эти все сапоги, шапки. А они же дофига места занимают, как-то их там не компрессируй. И вот это вот прообросли барахлом, очень тоже нам понятно. Вакуум, вакуумные пакеты, вакуум. Вакуумные пакеты, да. Так, вот у нас такой большой мешок. Мы сюда запихиваем одеяло. Вы видите, сколько оно места занимает. Даже так оно является достаточно компактным. Далее здесь вот есть сверху зиплок. Мы этот зиплок закрываем. И берем пылесос. Это одеяло сейчас занимает вот просто в два раза, может даже больше. Но это так не старался. И в общем можно там форму задать и вообще будет шикарно. То есть без вакуумных пакетов, ну вот вообще никак. Еще важно, что сюда совершенно не попадает сырость. Потому что для тропического климата это очень важно. Потому что если попадает сырость, то там будет собираться плесень. А так через полгода его открываешь и он пахнет так же, как будто его только что привезли со стирки. Еще удобно, что в момент, когда вы сдуваете оттуда воздух, его можно положить в сумку и придать ему такую форму, как вам нужно. То есть это может быть простая форма, вот как сейчас. А можно его сделать там буквой Г и как-то там хитро выложить. И будет занимать реально мало места. Мы, короче, в Австралии прощелкали эту историю с пакетами. Однозначно! И мы за год ни разу не съездили в Австралию в Икею, которая находилась в 30 километрах от нас. И не закупили эти пакеты вакуумные. И сейчас, конечно, там, знаете, мышку на славаху надо натянуть. Но пока безуспешно. Вот, и, соответственно, вопрос по поводу кругосветки. Вот какое было ощущение, когда вот ты сделал круг, да, вроде бы вот эту цель выполнил, ты как бы как ожидал, что ты сразу пойдешь дальше, как бы вторую теоретически так кругосветку начинать и продолжать. Или ты там где-то зависнешь в Средиземке, поделаешь какие-то дела там дома и вот это вот все. Я, с одной стороны, этим вопросом хочу себя подготовить. Что меня ждет, чего я там не ожидаю. Что я, может, приду и через месяц скажу, ой, блин, а я думала, я тут год протяну, да, и надо идти дальше. Вот какое у вас было еще? Вы планировали, мы пришли, да, побыли там здесь какое-то время, и все, идем в следующую. Или у вас это родилось уже, когда вы там оказались, вот вернувшиеся из кругосветки? Ну, смотри, у нас кругосветка, ну, у меня кругосветка началась в Алтее, в Испании. Но я никогда не воспринимал ее, как именно кругосветку-кругосветку. Потому что для меня, ну, то есть у меня была идея, я переезжаю жить на лодку, и лодка – мой дом. И этот дом имеет возможность перемещения. И если бы, допустим, вот я дошел на Карибы, и на Карибах мне там настолько понравилось, что я бы не хотел никуда дальше идти, я бы просто остановился и сказал, все, мне больше никуда не нужно, мне достаточно, мне здесь нравится. А если вот приходишь, и там место себя исчерпало, переходишь дальше, потом еще дальше. Ну, тут должно все совпасть. Тут должно очень много факторов совпасть. То есть у нас вообще нет такого, что вот пришел домой, ну, это где? В Европу, то есть откуда ближе всего лететь в Украину. Мы в Украине жить не собираемся. Мы не собираемся, ну, мы туда летаем по делам, я больше, чем Сережа, но у нас нет такого, что, ну… Нам там делать нечего, мы все дела там позакрывали уже давно, я все бизнесы, которые у меня были… Все намного мало, все испортило. Я в 2013 году закрыл, то есть у меня там еще какие-то оставались, я все перевел в другие регионы, в другие места, и я вообще, ну, у меня ничего там в слаганском мире, ничего нету, и вообще ничего там не держит. Поэтому у меня нету такого, что вот именно как первая кругосветка была, вот мне ее нужно завершить. Понятно, что оно где-то там подсознательно, когда ты там уже где-то слишком долго стоишь, тебя немножечко вот это вот толкает вперед. Ну, то есть либо ты здесь уже остаешься… Ну, либо там дольше. …и функционально проводишь свое время, либо ты потихоньку двигаешь дальше. И для нас это каждый раз решающий фактор. Ну, а после того, как мы завершили… Ну, вот я завершил первую кругосветку, меня больше ничего не толкает. И вот мы стоим в Панаме, мне офигенно в Панаме, мне нравится здесь, все супер, то есть все, климат, все… Ну, климат, наверное, не самый идеальный, потому что экватор – зона низкого давления, и здесь постоянно течет на голову. Ну, и здесь еще на самом деле инфраструктуры очень сильно не хватает. Ну, в целом у нас нету ничего такого, чтобы вот прямо останавливал или там вот кругосветку сделал, галочку поставил, теперь нужно там отдохнуть, поработать. У нас такого нету. Мы просто живем на лодке, там, меняя места. Там захотелось, там, большой цивилизации. Пришли в Нью-Йорк, там, стоим в Нью-Йорке. Надоела цивилизация. Пошли там на Багамы какие-нибудь, там, не знаю, в шалаше живи лопухом, подтирайся. И вот в таком ключе живем. То есть у нас нету кругосветки. Ну, вот у нас дом – это вот землянок, где мы путешествуем. Вот сейчас у нас дом в Панаме. Потом переедем, там, будет в Полинезии дом, наверное, какое-то время. Потом в Азии будет дом. Ну, потом в Азии. Ну, и в Азии мы присядем. В Азии мы чуть-чуть присядем, и будем ходить вот это вот каникульные, там, не знаю, 4 месяца в году, там, куда-то в Индонезию, там, в Японию. Ну, то есть для нас Азия, ну, такой эпицентр. Мне просто очень Азия нравится. Я же говорю на китайском, и мне нравится вообще азиатский регион. И Дина там жила, наверное, не просто так. Я не говорю по-тайски, но я хочу провести еще несколько лет жизни там. И на самом деле, ну, чтобы растить свои проекты какие-то, нужно чуточку присесть. Потому что, ну, на ходу ты их не будешь растить, это неэффективно. И для нас пока, ну, вот мы такой, как Майлстон, мы дойдем до Пукета и начнем, начнем, продолжим растить проекты. И, допустим, 5 лет пожив там, мы можем спокойно уехать куда-то, уйти в Америку. Там, не знаю, в Нью-Йорке там остановиться и там развиваться там как-то. То есть, мир дает возможность там перелетов и смены мест, локаций. Хочется там яхтинга в Средиземке, там можно целый сезон в Средиземке отходить. Потом хочется там яхтинга на Карибах, целый сезон можно на Карибах отходить. Или в Азии. То есть, у нас именно вот с точки зрения такого, что кругосветка, кругосветка, знаешь, у нас такого нету, мы не привязаны, мы так даже не думаем. У нас, скорее так, вот есть временные рамки, когда мы идем, и это по фану, и есть временные рамки, когда мы стоим, и это эффективно. И, ну, в целом, конечно, вот мы здесь год постояли, это очень эффективно. Ну, в следующий раз, я надеюсь, мы постоим прям вот так крепко в Азии. Ну, еще крепче. В Азии разнообразно, там можно тоже там и снимать, и ходить. Там ходить и переходить, то есть, я мечтаю в Японию пойти. Там во Вьетнам обязательно сходить. Ну, куча таких направлений, которые вообще индо-пасифик, это там 80% биоразнообразия всего морского дна. И, ну, это такой вот эпицентр, эквентэссенция всего прекрасного, что, в принципе, я думаю, и там все достаточно на приличных расстояниях находится, не так, чтобы вот прям... За углом. Да, да, ну, вот я думаю, что мы и там в следующие несколько лет, в принципе, где-то и проведем. В Азии мы 7 лет зимовали, мы там по полгода фактически на протяжении 7 лет, с октября по май или по апрель мы там тоже тусили. Но у нас место, любимое место Самуй. У нас почему-то вот с Самуя все началось, и, собственно, вот на Ко Самую почти пустили корни, у нас там появилась куча-кучная друзей, и они нас ждут уже сколько лет, когда мы к ним приплывем. Вот, соответственно, очень мы сильно скучаем. Андрей на севере Таиланда за Чангмаем там учился у местных мастеров, жил там в деревне у них, и, в общем, постигал искусство, целительство вот этого всего. Мы там ездили постоянно во все окрестные страны, поэтому вот вашу тягу к Азии, мы очень понимаем, вот прям разделяем. Я сейчас вас слушаю, думаю, блин... Тягу к Таиланду, именно к Таиланду. Вы знаете, Азия, ну, не вся такая. Она не вся такая, а именно Таиланд, вот, честно, я лучше места на земле не встречала. Хотя там Кения восхитительная, там в Саус-Африке мы еще не были, в Австралии мы еще не были. Ну, то есть есть места, которые вот прям хочется изучить, но по сей день Таиланд просто вот, если взять все вместе, ну, там я могу жить, и это, ну, я готова это место называть своим домом. А у вас же это вообще локальный регион, у вас туда там полтора часа без смены часовых поясов, и вы на месте. Примерно так, у нас прямой рейс Новосибирь-Бангкок 6 часов всего лететь, и это, конечно, очень круто. Когда этот мир весь вернется в нормальный режим, мы, конечно, я думаю, в Таиланде... Ну, или мы как-нибудь хакнем его. Ну, я на самом деле на Самуи был 5 раз, мне очень нравится. Супер, там прям супер. Мы там почти прижились, мы, знаешь, там почти дом купили, но потом передумали и решили, что если мы там купим дом, мы будем вынуждены приезжать только туда. Ну, и вот как бы после этого купили яхту, и уже, да, действительно, со своим домом ты можешь прийти куда угодно. Да, и вот меня это всегда останавливало, и именно поэтому я выбрал яхтинг, потому что это дом с возможностью перемещения. Катамаран. Ну, неважно, любое плавсредство, любая лодка, это дом с возможностью перемещения. Мы скоро взорвемся, честно. Я как представлю, что... Лодка станет шире и длиннее. Это у нас вакуумные пакеты, и вообще мы короли вот этого вот... Эффективного упаковки. Эффективного упакования. Вот у вас какая-то была такая встреча, вот прямо, которая вот неожиданная. Знаешь, вот совпадение, сюрпризы, когда вы кого-то встречали, но, ну, не знаю, это вас вот там впечатлило, там воодушевило или как-то вот так. Короче, кто вам запомнился больше всего на вашем пути за последний год? Кто вас так прям зацепил и почему? Мы в Австралии 31 января вот этого года мы встречали Джона Сандерса. Это человек, который в возрасте 81 год завершил свою 11-ю кругосветку одиночную и пришел вот в свой домашний порт. Отбитый дед! Это была уже наша вторая с ним встреча. Мы с ним познакомились в Кейптауне, в Кейптаунском Кейптаун Royal Yacht Club. Я сначала не знал, кто это, мне потом сказали, там, ребята местные, в местном баре приходит такой взрослый дядька, я бы не сказал, что это дед какой-то, вот я не могу даже так назвать, то есть хотя ему 81 год, приходит в бар, заказывает себе пинту пива, садится, выпивает ее. Я сижу рядом, мы что-то там начинаем разговаривать, я говорю, давай, это самое, угостить тебя. Он говорит, ну, давай. То есть я ему покупаю это пиво, мы продолжаем разговаривать, я понимаю, что вот это вот тот самый Джон Сандерс, про которого вот мне там рассказывали, про который я знал. Мы пошли на восток, а он пошел на запад. И вот за то время, пока мы дошли, прошли просто Индийский океан, он прошел всю оставшуюся кругосветку и пришел в Австралию опять. И вот там мы его встретили. Не, ну мы зависли, мы уже год простояли. Вот такая история. Вот с такими удивительными людьми периодически мы встречаемся, но я думаю, что как и вы тоже. Это человек, который совершил тройную безостановочную кругосветку, то есть три оборота вокруг Земли без заходов в порты. Это было там лет 20 назад, это книга рекордов Гиннесса, у него всего 12 мировых рекордов в книгу рекордов Гиннесса занесены. Вот сейчас, наверное, будет 13-й, как самый старый человек, совершивший кругосветку. И когда я брала у него интервью, я говорю, Джон, напишите мне, пожалуйста, вот автограф, ну, на листочке, просто напишите что-нибудь там, счастлива Марина, там, еще что-то. Он ручку взял, говорит, слушай, я, наверное, не смогу. И вот он держит ручку, у него тремор очень сильной конечности, он левой рукой взял правую руку и еле-еле вывел слово Джон на бумаге. Все. Это человек, который только что один вернулся из кругосвета. Тремор, да. Представляете? Ну, это нет, это как бы тремор конечностей. Он говорит, у меня уже это давно, но сам факт, вы представляете, он имя свое написать не может, но он один пересекает океаны и обходит вот... Ну, и очевидно, какие-то ремонты, это тоже на яхте, мы понимаем, что это такое. То есть вот, ну, просто удивительный человек. Ну, да. С мелкой моторикой. Я думала, у него электроники нету. Большинство людей на это просто никто не готов. Он, наверное, как вкатывался, так уже и... Это какой-то специфический склад ума все-таки для таких вот мероприятий. Но это очень крутой дядечка, конечно, у вас опыт просто шикарный. Тут... Спору нет. Встретить такого, это прямо, ну, вот, прямо очень круто. Смотрите, у меня вопрос к вам такой. Самых, наверное, три вот таких вот момента, которые поменяли ваше мировосприятие. То есть что-то такое, знаешь, что было, ну, реально удивительное. То есть вы ожидали по одному, получилось по-другому, и это поменяло ваш кругозор. Ну, вот из последнего, тут как бы не сказать, что мы прямо ожидали одного, получили другое. Мы, скажем так, утвердились в одной из версий. Это вот, конечно... То, что земля круглая. Да, Андрюха понял, наконец, что земля круглая. До этого сомневался. Вот. Что касается меня, ну, и, возможно, девчонок... Ну, для яхтсмена нормально. Что касается другого момента, это вот наш феерический заход на остров Рождества, точнее, попытка захода, да, она прогремела там по всем СМИ с подводкой. Семья россиян тонет в Индийском океане, порты Австралии и Новой Зеландии отказываются их принимать. Мы когда стали получать от родственников через спутниковую связь такие сообщения, мы тут лежали, не знаешь, смеяться или плакать. Знаешь, сколько человек мне прислало сообщение о том, что нужно что-то действовать, ребята тонут в середине океана, им жопа. Я такой, так я-то понимаю, что никто не тонет, никому жопа. Ну да, сейчас такие ситуации, могут не пустить, могут вообще просто отправить. Нас на Ямайку вообще два месяца в карантине держали, без права выхода на берег, мы там просто в бухте стояли. Ну, сейчас такие времена, но это не то, чтобы прямо вот жопа-жопа, ну, просто, ну, какая-то вот такая ситуация, и так как там сейчас все закрыто, ясен пень, что вас туда могли не пустить, и вот не пустили. И мне все пишут, ааа, блин, надо что-то делать, надо что-то делать. Я такой, спокойно, ничего не делайте, если надо будут, будут решать вопросы. Мы ведем блог, мы продолжаем писать, ой, там сегодня мы сделали то, сегодня это, а потом вдруг приходит, что оказывается, нас надо спасать, причем в Индийском океане, нас это очень порадовало, вот, но даже дело не в этом, то есть, когда мы шли, вот, пытались зайти на остров Рождества по имюдженсе, а мы пытались зайти по имюдженсе, ну, потому что там половина всего сломалась, что нужно было срочно починить на спокойной воде, и у нас самое главное, у нас сломался опреснитель, мы вот полтора месяца шли без опреснителя, но пока дожди были, все нормально, а выше десятого градуса дожди кончились, соответственно, мы к приходу на остров Рождества уже почти месяц были без дождей, допивали свои баки, и у нас там оставалось вот воды тика в тику на две недели, и ты как бы идешь посреди океана, и ты понимаешь, что, ну, все страны закрыты, и соседняя французская полинезия закрыта, и то, и все, и если тебе вот идти марш-броском на, мы сначала выписались на Панаму, то есть, если тебе фигарит на континент, тебе надо будет спускаться к широте острова Пасхи, а потом подниматься к Панаме, либо если тебе фигарит на Евразию, что там тоже, в общем, там больше 6 тысяч миль, только по прямой, по генеральному курсу, тебе все равно нужна вода, вот, и как бы, коль скоро нам все равно надо починиться, сделать, ну, устранить поломки, вот у нас там было и с фалом проблемы, и с гротом, и вот это все, мы пишем агенту острова Рождества, что типа, как там у вас обстановка, мы хотим зайти по имердженси, получить воду, стоять на якоре без выхода на землю, тупо починиться, он связывается с властями, власти говорят, как заходить, куда звонить, все вот эти вот дела, то есть вы подойдете сюда, лежите в дрейфе, вызываете того-то, и вот это все он нам присылает, соответственно, нас проносит, мы же против Пасхата рубились, то есть вот так Пасхат, нам надо вот сюда, нас относит на запад, все время планомерно. Да, относит неожиданно. Мы очень острошли, понятно. Очень острый, да. И там мы, на самом деле, там я знал про течение, но что оно окажется, там три с половиной узла течения, Пасхатное, вот это было для нас сюрприз тоже. Да, ну и соответственно, как бы когда от агента приходит ответ, типа, ребят, заходите, мы врубаем мотор, и сутки хреначим против Пасхата и течения, на остров Рождества. И против, да, вот против ветра, против течения, два узла, два узла, два с половиной, у нас мощный двигатель. Ну, в общем, мы пришли на этот остров. И выше, да, и выше. Да, 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 и мы пришли на Рождество, вроде как мы уже подстелили соломки, типа, ребят, это нам надо встать, да, и воды как-то. 70 дней в океане, 70. Ну, и нам по радио, значит, они там что-то все выяснили, что, куда, как, и потом говорят, ищите другую страну. Мы говорим, ну ладно, хотя бы встать, дайте нам починиться, вот на якоре. Они такие, нет, нифига нельзя. Но, я говорю, Андрей, что делать? Он говорит, что делать, встаем, и дальше идти не можем, все равно. Встаем на якоре, они приезжают, нас караулят, все это время. Мы чинимся, невзирая ни на что. Вот, и потом, соответственно, до вечера стоим, ремонтируемся, и спрашиваем их периодически, а что вода там? воды дайте нам как там? Вот, у нас вот дети, они видят там, Лада по балубе бегает, вот это все там, патроны подает. И, ни в каком вот этом варианте, то есть, они сначала вроде как покумекали, говорят, ну окей, сколько у вас наличных? Мы говорим, ну вот столько-то, типа в долларах у нас есть. Они говорят, сколько литров надо? Мы 400, а не дыш в обморок? Мы говорим, ну 300, 200, сколько есть, дайте. Они покумекали и исчезли. И, собственно, потом, когда мы там в десятый раз их вызываем, или они нас там вызывали, вы вообще еще тут? Мы такие, да, тут ждем воду. Они окей, через час звонят вы еще тут? Да, тут ждем воду. Окей, через час звонят вы еще тут? То же самое. И, короче, потом они такие, ну идите, в общем, ищите другую страну. наконец-то. Валите, да, уже валите, все. То есть мы, естественно, мы не рассчитывали, что там нас везде примут, нате вам поесть, попить, заходите, раздевайтесь, да, как бы понятно, куда ты идешь и что. Но тут предварительная договоренность была, да, на палубе дети, вода кончилась, и хреначи через полоокеана, они про все это знают. Они не спросили ни трек наш, да, запись, чтобы доказательство, что мы никуда не сходили. Они какие-то там, ну, никаких вариантов, предложенных нами, они не поддержали. В конце концов, я не знаю, лодку можно было припаковать, да, какую-нибудь промежуточную, в нее воду сложить. Ну, то есть есть варианты. И в тот момент у меня не было удивления, допустим, что они там отказали, а было удивление, что, блин, мы два года живем в пандемии, и, блин, не придумали способы бесконтактной передачи воды людям, которые 20, там, 70 дней в море. И как бы ты либо идешь подыхать, да, либо ты там стоишь и нарушаешь закон условно. И вот эта вот немобильность человеческих возможностей под вот изменившийся мир уже, вот это вот меня поразило. Это такой был факап, скажем прямо, да. И, ну, мы такие, ну, ладно, что. Я говорю, Андрех, мы бороться за воду будем. У нас есть еще ручной приснитель аварийный, вот тот самый, который надо ручкой качать, да, и за час качания ты 5 литров накачаешь. Но это, сами понимаете, какой-то головняк, да, что это нужны несколько канистов. Кат-1-35 модель. У нас он как аварийный есть, то есть, но мы его ни разу пока не активировали, к счастью. Не, ну, в целом, хорошая вещь, чем-нибудь действие. Это если, ну, да, это если вообще вот прям отказать ситуацию. Да, про большие суда есть такое, да, то есть мы, в принципе, да, мы обращались тоже там, ну, мы обращались не за помощью, просто общались с судами там, вот, в Патагонии, мы там даже в гости ходили к ребятам, нас там пирожными кормили там. Это до пандемии. А здесь мы сейчас тоже там на связи были с юристами, международниками, которые как раз занимаются морским правом, вот, в том числе, чтобы нам, для нас вот эту ситуацию маленько прояснили. И нам рассказали достаточно много сейчас историй, когда большие суда с человеком там, с инфарктом, например, а их просто на берег не выпускают, его в больницу не берут. И эти вопросы никак не улаживались. Вот в Японию сейчас суда приходят, их заправляют там топливо, например, а экипаж на берег там ни в каком виде, вообще никак, там больной, не больной, вообще без разницы, просто вот страна закрыта. Это Япония тоже, которая, на мой взгляд, цивилизованная достаточно страна. Ну вот, пожалуй, это было такое самое главное, что пошло не по плану, да, но не считая там глобальной поломки опреснителя, допустим. Вот опреснителя, выход из строя, он, конечно, немножко автономию нашу сместил, то есть мы, в принципе, можем вот так вот сейчас опреснитель починим, выйти и полгода вообще ни с кем не контактировать. У нас всего хватит, и еды, и воды, и всего на свете. И терпения. И запчастей, и рук. И запчастей, и рук, и терпения, да. А вот опреснитель, и ломался. Ну вот, у нас там проблема, это самое, да, у нас проблема с помпой Кларка, то есть это одна из самых дорогостоящих и сложных частей, то есть вот сейчас пытаемся ее восстановить, я вроде уже практически получил ремкомплект для нее, вот, но это самое, вот еще пока не дошел до того, чтобы разобрать, собрать заново, посмотрим. Ну, собственно, а остальное, знаешь, вот когда все пошло не по плану, ну, кроме пандемии, все остальное идет по плану, и таких вот прям, мне кажется, знаешь, вот самое, мое такое инсайт за, ну, за этот год, за предыдущий, в общем-то, все три года вот этой южной кругосветки, да, что, как бы даже, когда что-то идет не по плану, очень быстро у тебя уже мозги настроены на то, ну, и руки тоже, как сделать так, чтобы это превратился просто в план Б, то есть вот такая какая-то стрессоустойчивость появилась, и очень большая гибкость, то есть пружины можно растягивать еще больше, чем раньше. Ну, наверное, такая еще, большее укрепление в вере в свои адаптативные возможности, то есть вот сейчас вот, нас там тоже многие спрашивают, вот сейчас вот вы там приедете в Россию, а как вы там будете? Я говорю, а нам хорошо там будет, потому что мы, в принципе, умеем уже приспосабливаться к любым условиям, и всегда существуют план А, план Б, план С и так далее, то есть на любую ситуацию, вот, и там, то, что там где-то плохо у кого-то, но это у кого-то может плохо оказаться, а для нас оно, просто новые возможности откроются. Но это мы так себя балуем мыслью. Просто яхтсмены, они такие, знаешь, как тараканы, они, если, если что-то пошло не так, значит, мы адаптируемся по-любому, даже атомный взрыв, у нас все равно все будет хорошо. Все нормальные, и в целом вот отношения, когда все так очень структурировано, что там это сломалось, ты там сделал это, вот так у тебя день не задался, ты его использовал по-другому. Не смог дойти в этот порт, пошел севернее, потому что не мог вырежаться. Ну, да, вот так вот, никогда. Единственное, что в больших городах, ну, ты успеваешь меньше, просто потому что там куча на тебя каких-то особенностей, там трафика, там устал, и вот это вот все. Там запланировал шесть, сделал, сделал два с половиной, о, день прошел эффективно. Какие у вас ноу-хау за этот год, вот чему вы научились, которая вот прям супер скилл, которым готов поделиться со всеми? Скилл или гаджет, то есть вот что, что вы нашли для себя такое, что вам просто поправило вашу жизненную рутину, или типа того? У вас трое, у каждого должен быть свой. Да, да, и вот умения у нас разные, вот сейчас Лада про свой скилл, расскажет. Лад, ты куда? Лада исчезла. Вот у нас у Насти, давай вот четверо Ладов. Скилл. Предыдущего года у нее было мастерство, какое? Танцы? Нет, это был предыдущий год. Предыдущий? Да. Должку в камеру. В этом году я еще больше стала разбираться в яхтинге, я поняла, как работает ветроруль, это для меня прям вообще достижение, ветровой автопилот, потому что я до этого 8 лет жила на яхте, и до меня все не доходило, я все никак не могла, а в этот переход я его поняла, я смогла им пользоваться, и это прям вообще для меня очень было неожиданно и приятно. Вот, но не связанное с яхтингом мастерство. Слушай, Настя, ну тебе теперь надо эти, ну не связанные с яхтингом, надо теперь на водных видах спорта, там же та же динамика, те же вообще принципы, принципы. Кайтинг, серфинг, виндсерфинг, вот это вот все, вот это крыло сейчас модно, и с фойлбордом. Ты уже реально все эти динамики понимаешь, мне кажется, вот как раз тот момент. То, что не с яхтингом связано, еще в 20-м году, ну вот я начала ходить в танцевальную школу, это для меня такое достижение, что я никогда раньше в жизни не танцевала, а там за полгода научилась, ну в общем достигла своего лучшего результата за полгода. А как вы танцевали? А латиноамериканские танцы, я ходила в школу в Перте, и мама тоже ходила, и в общем полюбила всей душой. Какие танцы? Бачат, Азук, и еще дайвинг. Мы же находимся здесь, мы же здесь, вот каждая вечеринка в баре, нас учат танцевать вот этому всему. У нас каждая вечеринка в баре, там местные девчонки так танцуют, я там прихожу, и вот эти свои там терым, терым. Вообще это просто мимокасы по сравнению с тем, какие они изящные, сколько у них там разных типов мувов. Настя, это офигенно учись. Вот сейчас задавай себе базу, чтобы потом делать вот этот фьюжн, делать евро, азиатско-карибское, в общем, чтобы иметь приколы по каждому пункту. Это очень круто. И вообще танец так он дает владение своим телом, ты просто начинаешь ощущать какие-то свои новые там связки, мышцы, которых ты даже не знал, что они там. Мы смотрим то, как это здесь происходит, это очень круто. Причем они здесь все танцуют, и для них это органично. Они тут так тверкуют. В нашей культуре это прямо как, ну не знаю, настоящие мужчины не танцуют, они даже ходят с трудом. А здесь все мужчины, приходят в бар и начинают просто там танцевать, девушки танцевать, и это так органично, это так, ну, легко и просто. Блин, это очень круто, это очень крутой навык. Ну тут совсем, тут прямо еще больше. Тут у них вот этот вот латинские танцы, латинские ритмы, и мы просто приходим, у нас по пятницам здесь вечера музыкальные, и мы, если бы в восемь не сразу пришли, так такие уже, воу-воу-воу-воу-воу-воу, как тут все круто. Они просто органично заходят, очень круто. Нет, это очень крутой навык, очень нравится, прикольно. Вот эта танцевальная школа Насте еще дала такой, ну, не побочный эффект, а может, один из главных, потому что она у нас довольно, какая? Какая? Довольно замкнутая, то есть, в принципе, вот пойти на контакт, да, тем более сейчас еще такой возраст, то есть, мне уже нечего терять, а со всеми подряд можешь знакомиться, там, разговаривать, да, а она у нас очень сдержанна, в принципе. Ну спокойно, у тебя бойфренд рядом. Опять же, да, а тут, вы понимаете, танцевальная школа, там, ну, партнеры меняются, по кругу танцуют, то с одним потанцуешь, с другим, вот для того, чтобы отрабатывать приемчики, и постоянно с тобой каждые две минуты, каждую минуту, и вот это вот для Насти, конечно, это был барьер психологический, если до этого она там даже на дискотеке особо в паре, там, раз-два я обчелся, танцевалась, а тут надо делать это по 4 часа в день, конечно, это тебе вот надо. Да я переберу у себя только первое занятие, а дальше вообще, вот, я боялась, я боялась вот этого момента, а у нее, хоп, после первого занятия и поперла, и вот это прям тоже очень такой хороший прорыв, и вот навык, я думаю, что теперь она не боится общаться с положенным полом, в том числе, она там в поле. Да вообще, ни с кем не боюсь. Вы, когда дойдете до Владика, так, выбери себе классную танцевальную студию, потому что, вот, ну, что касается вот этой культуры танцевашек, и особенно латинских, и всех, есть ведь, как это называется, я не помню, как это называется, когда вот они собираются просто потанцевать, и у них там вот вчера просто потанцевать, и это офигенная, ну, такая энергетика, и владение собой, владение собой, вот, перед прямо посторонним человеком, ну, это офигенный навык, я считаю, что это очень круто, и в Австралии, блин, нифига себе, с этими грингоменами там, мы бы никогда не подумали, что это там возможно, в Майами, да, ну, у нас тут на Карибиан так точно, да, тут просто только включается музыка, и тут же начинаются танцы, вдоль дороги машина проезжает с музыкой, люди танцевать начинают, тут все такие музыкальные, танцевальные, просто себя чувствуешь закостенелой деревяшкой, по сравнению с их вообще размахом, Лада, давай ты расскажи, твой выход, чему ты научилась, какой у тебя важный навык за этот год, ну, во-первых, я научилась управлять мотором на тузике, то есть, мне не хватает сил пока завести, потому что надо сильно дергать эту штуку, но так-то я уже могу рулить, плюс, я завела свой блог в инстаграме, это пока не навык, но уже почти умение, она такие посты пишет, я боюсь, что когда-нибудь люди скажут, там на Рымать за Ладу пишут, прям хорошо так пишут, написали несколько раз, Лада, молодец, вообще круто, А до этого, это правда, чуть годом раньше было, она у нас занималась в парусной школе, научилась гонять на оптимисте, причем они там в Западной Австралии на таких ветрах гоняют, 25 узлов, да, я бы никогда не выпускаю, они по одному на оптимисте фигарят, прикиньте, потом на новых уроках я уже была помощником тренера, на позапророженном занятии у меня перекинулся гиг на форды винте, и мне было страшно, но я справилась со своим страхом, и я уже неплохо катаюсь, вот на вчерашнем занятии тренер сказал, что я бриллиантовая, то есть когда они набрали там новый курс в школе, Лада была помощником тренера и там корректировала, как они там ходят, представляете? Я два курса дайвинга прошла еще. Да, Настя у нас еще с киллом дайвера. Слушай, ну молодец, молодец. Боже, какая прелесть. Молодец, очень круто, причем этот оптимист, это же ужасная лодка, ты одной рукой управляешь, другой рукой воду черпаешь из нее. Слушай, Настя с дайвингом тоже очень круто. Короче, самое интересное, когда ты на оптимисте, нас учили правильно переворачивать лодку, а потом ее правильно ставить обратно. И мы потом шел урок, и мы там с партнером такие, а давай перевернем лодку? Переворачивали. И потом купались рядом и переворачивали обратно. Так что теперь с ней не страшно. У нас парусный дингий, вот с ней теперь не страшно выходить. Если его вдруг завернет, Лада будет обратно переворачивать. Вот. А парусный дингий, да? Да, у нас дингий Волкер Бэй, и, собственно, на него есть мачта с парусом. Вот мы всеми средствами, то есть там и весла, и весла, и парус, и мотор, то есть можно на чем угодно. Вот мы когда стояли в Мексике, на Исламухерес, мы целый месяц только на парусе ездили на берег туда-сюда. Вот. Какие навыки у взрослых появились? Марин, ты помнишь, какие у тебя навыки? Или мне про свои рассказать? Конкретно за этот год, какие у меня навыки появились, я не знаю, навык терпения еще большего, чем раньше, потому что, если до этого у нас максимальный переход был 62 дня, то сейчас он был 85 дней без людей других. И это так тебя прокачивает вообще, как самодостаточный организм. И вот мы вчетвером, соответственно, 85 дней видели других людей, только когда нам кричали с лодки, ну что, когда вы отсюда уберетесь? Вот на острове Рождества. Это было на 70-й день. И все. Вот это на самом деле вот такой навык, команда строения, да, когда ты уже в такой дальнобое, и ты все равно продолжаешь взаимодействовать друг с другом комфортно, и сохраняешь вот это присутствие духа, и вот это вот все. И, конечно, чем больше этот срок, тем у тебя на новый уровень внутреннее вот это мастерство, вот выруливание всего выходит. Конечно, иногда трудно, но вот как команда, это такой командный навык, не конкретно мой, да. Вот, то есть мы как-то вчетвером еще больше прокачали вот этот уровень, да, когда ты там после 62 дней на 85 уже вышел самоизоляции. Понятно, что это труднее уже гораздо. И прям, ну, я думаю, что это может в разных ситуациях сработать, в том числе там в большом социуме, да, когда ты обладаешь терпением не взорваться, и в том числе в отсутствии социума, когда ты знаешь, чем себя занять, несмотря на то, что там взаимодействовать особо не с кем. Вот как-то так, да. Ну да, я здесь хочу дополнить, поскольку... Это очень круто. Да, в команде есть капитан всегда, да, который отвечает за всю команду. И вот, пожалуй, я тоже вырастил в себя чуть больше терпения и чуть больше гибкости по отношению ко всей команде. Для того, то есть, умение сглаживать конфликтные ситуации. То есть, оно и так присутствовало. То есть, мы, как все нормальные люди, периодически там конфликтуем, пытаемся там ссориться. Иногда... Заняшно. Вот. Чаще безуспешно и ненадолго. Ну, по крайней мере, с каждым днем, прошедшим вот в море и в нашей так называемой изоляции, вот этот навык, он больше и больше шлифуется. Давайте финально... Мы желаем вам, Сергея, Дина и всем нашим и вашим зрителям Нового года, в котором будут сбываться все мечты, все надежды. И пусть люди сумеют приспособиться под этот меняющийся мир. И пусть будет все у всех хорошо и так, как они задумывают. Ура! Пусть ваши мечты сбываются, ничего не бойтесь. Все ссылки в описании, ссылка на канал капитана Германа вот здесь. Подписывайтесь и будем следить за перемещениями друг друга, вдохновляться в два раза больше и следовать своей мечте. С Новым Годом! И вам, великолепное семейство! С Новым Годом! С Новым Годом! В любом случае, будем на связи. У нас намечаются еще новые проекты. Следите за нами, следите за Сергеем с Диной. Всем добра! Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Случай! Так и сделали! Звонить в ринду! Динь-динь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok